Приветики всем! С вами канал ArtMoney. Смотрите, у меня нестандартное такое блюдо получилось. Это перед уездом. Когда приезжала свекровь, мы уже просто не могли есть. У нас был свекольный салат, то есть свекла с чесночком и сметанкой. Мы уже просто не могли ее доесть. А свекровь вот-вот приезжает. Я знаю, что она может просто... Мои продукты, которые я наготовила, допустим, для ребенка, она их может просто выкинуть. Вот. И я это, короче, заморозила. Плюс у нас была еще картошка. Она вот, она тут кругленькая, целиком. Помидорка оставалась, перчик даже там я почувствовала. И баклажан. Я их заморозила. Вот здесь вот немножечко потушила. Блин, это такая вкуснятина! Это просто невозможно, как вкусно! Вот, смотрите. Оно лежит примерно вот так вот. Там помидорка. Немножко... А, вот она. То есть кожурка ее видна. Ну, это обалденно вкусно! Плюс тут, кстати, я вдобавок решила вскрыть шиповник. Блин, честно говоря, я даже не знала, что в шиповнике настолько много семян. Так должно быть? Серьезно скажите, вот так должно быть? Вот из него вот высыпалось. Вчера я хотела заварить этот шиповник, а в нем завелись мошки. И со страху я этот шиповник просто бросила в морозилку, что сейчас они разлетятся. Вот. Вот, сегодня достала посмотреть, что же там. Вот один я вскрыла. На нем... Здесь вот как раз дырочка была. И я подумала, что же там у него... А, вот она дырочка. Вот она, видно. Я подумала, что же там внутри. Думаю, наверное, живут эти вот как раз. Мошки нет, никого нет. Тут куча семян высыпалась. Как будто, знаете, семена такие, как маленькие чесночинки. Похожи, кстати, очень. Наверное, семена, наверное, все такие. Короче, вот так у нас случилось. Пока мы с сыном лежали в больнице, этот мешок находился здесь. Обычно я все убираю на балкон. А это я не успела просто убрать. Ребенок тяжело болел. И я вообще просто ничего не успевала. Но самое интересное, вот здесь завелись. А вот здесь вот еще боярышник у меня. Другой шиповник. То есть они вот все вместе лежали. Даже, по-моему, тот пакет лежал под этим. Здесь вот тоже. То есть тут никто не завелся. А там звелись. Обидно. Смотрите, шиповник дикий. Третий раз завариваю в этом термосе его. Не меняя ягоды. И он до сих пор такой темный. Это вот дикий, которым мы его совки набрали. Чуть-чуть совсем там набрала. Вот Дима. Потом у нас картошку разберем попозже, да? Папа купил картошку. У него пакет порвался. Он где-то, не знаю, где же у нашего мусорный пакет. Пока у него этот мусорный порвался. С дыркой, да, Дим? Дима у нас на завтрак супчик кушает. Да, малыш? Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Да, зайка? Да, ты где кустишь? Бутерброд с красной икрой? Мама еще так мажет, хорошо. Бутерброд, да? Икрой. Не абы как, а прям я плотно-плотно мажу. Да? Желаю, чтобы у ваших деток и у вас тоже были такие бутербродики. С красной икрой. Причем, кстати, здесь красная икра натуральная, хорошая. Не абы какая там купленная. В этих жестяных баночках. Я помню, раньше покупала по скидке пятерочки. Они такие противные были, невкусные какие-то. Сейчас это удобно, зайка. Хотя были такие натуральные, это еще было давно-давно, лет 5 назад, наверное. Сначала первый раз я купила баночку, мне понравилось. А когда пришла за второй, третий, четвертый, не торопись, она не сбежит от тебя. Когда пришла за третий, четвертый, пятый баночкой, то же самое купила, то она уже была невкусная. Хотя сроки годности были нормальные. Будет сребраться красной икру. Сбежалась, кушай ее. Красная икра у тебя. Ням-ням-ням, как это вкусно. Но все равно, кстати, маленькая баночка, вот когда доедаешь, ее надоедает. Постоянно, конечно, есть, надоело бы. Там же вообще, как продают за килограмм, там полторы тысячи, что ли, или три тысячи стоит на рынке. Приезжает тут к нам в экспо Волгу. Вот, по-моему, как раз мама, наверное, там купила. Ай-яй-яй-яй-яй. Икра, ее нельзя ронять. Икра, это такое... О, у тебя, ба-а-а, у тебя там на слюняшчике сколько икры. Ну-ка, давай доставай. Нельзя ее ронять, а то она обидится и уйдет от тебя. И не вернется больше. Ай-яй-яй. А стол, смотрите, какой классный. Какой столик. А тут авокадо. Решила засушить, интересно, что будет. Я думала, она почернеет от авокадо, но нет, она не почернела. Надо убрать, не успевай никак. Запивай. Ты что, не запиваешь? А напитком? Ты что, не запиваешь, что ли? У тебя не остыло, правда? Представляете, передержала в микроволновке, и она поджарилась. И она вообще такая жесткая просто стала. Картошка эта. Как обычно вроде делала. Короче, как-то так. Смотрите, у хурмы есть маленький хвостик. Ой-ой-ой, побежала куда. Прям такая хурма с хвостиком. Такая прям хвостик. Интересный. Такой. Дима яйцо перепелиное чистит. Да? И вот у нас с Димой крюквенный морс. Димочка обогащается витаминами. Да? Витамины кушает. Дима до сих пор все болеем мы. Все. У нас температура никак не может сойти. Уже целый месяц. Я, видимо, не всегда записываю. Не каждый день. Все. Вот мы ждем, ждем, ждем. Вот температура, когда сойдет, я запишу ролик. Чего-то как там было. Все никак у нас. Не можем мы вылечиться. Никак. Время 2 часа ночи. Пол третьего. Дима поднялась температура до 38. Я даже не домерила там выше. Короче, я кипячу эту бутылочку. Обеззараживаю в кастрюльке. Там у меня еще одна кастрюлька. Вот здесь уже, ну они для ночных не подходят. Они слишком у них открытые горлышком. Здесь уже лежат обеззараженные. Но мне надо какую-то, чем-то накрывать. Крышку какую-то. Может полотенчиком, я не знаю, сверху. Вот, ну в принципе они закрыты. А здесь я сейчас кипячу. У Димы поднялась температура. Мы ее сбросили, потому что он учащенное дыхание у него почему-то получилось. То есть, ну в этот раз вот теперь начал получаться вот так вот. Короче, у нас вот такие дела. Кипит? Кипит. Никогда бы не подумала, что бывает такая бутылочка, которая выдержит кипение. То есть, там до 180 или 110 даже. Вот как-то так. Ну, в принципе я... И вот эти у меня кипение вот такое же. Кипение выдерживают. Вот она уже нормальная. Была она овальная, кстати. Вот это вот тоже. Вот этот не кипятил. Я побоялся. Он у меня один такой. Ну, два их, да. А там вот еще, кстати, кипятил в той кастрюльке лежит. Трубочка. Посмотрим ее завтра. И ложечка. Все, короче, все полностью стало кипятить. Попробуем с таким моментом. Может быть, он действительно... Те же самые бактерии никуда не уходят. Падают заново. И поэтому он продолжает болеть дальше, дальше, дальше. Ну, какие-то же бактерии там есть наверняка. Кипит я сейчас вот такой вот цаполкой. Ее буду переворачивать. И какую-то минуту, две, три я буду кипятить. Ее потом достану. Даже силиконовая, кстати, соска тоже кипит там. Вот потом ее достану. Быстро наливаю воды. Потому что он сейчас у меня сидит там, ждет меня. Вот без водички. Думаю, он захочет пить за это время. Наберу воды побольше, чтобы нам хватило на всю ночь. Начинается, честно говоря, повторяется опять история все заново. На три раза на дню, помню, поднималась температура до больницы. Это было 2 часа ночи. Утро раннее. И после обеда. Как-то так, или к вечеру. Там что-то такое, не помню. Надо записывать все. И вот, видимо, начинает повторяться история. Мы попробуем по-другому и с новыми лекарствами. Ночной жор. Ночной жор. Боже, я не могу остановиться после этой больницы. Я постоянно голодная, голодная. Постоянно есть, есть, есть. Я что-то, я не знаю, это просто какой-то ужас. И сейчас время уже час ночи. Я ложусь спать. Зима уже спит. Я только монтировать вот закончила. Три, три или четыре обзора, короче, смонтировала. Сейчас вот я там чайник поставила. Буду шиповник заваривать. У меня еще вот тут шиповник допивать сейчас буду. Я есть хочу. Не могу я опять хочу есть. Блин, вот я поела, плотно поела. Нет же, опять хочу есть. Какая икринка. Икринка. Пожелайте мне приятного аппетита. И также желаю вам, конечно же, приятного аппетита, если вы на данный момент кушаете. Я надеюсь, что не в час ночи вы это делаете, как я. С вами был канал Artmania. Всем пока-пока. Желаю вам таких бутербродиков с красной икры побольше. И побольше туда сверху класть красные икры.